Итак, поехали. Уже половина шестого вечера я поехала. Мне нужно срочно купить чемодан. Настроение чемодан? Вот так ни с того ни с сего. Вдруг я вот так вот раз и решила. Полетели. Полетели, полетели, поехали. А началось всё очень просто. Очень как-то... Как-то просто так началось, что даже... Я даже не думала, что это так всё просто. Мне предложили мои друзья полететь на Аляску. Полетели. Я стала искать билеты из Орландо до Аляски, а потом думаю, а что я полечу с Орландо до Аляски, если я могу полететь в Сан-Франциско и оттуда уже полететь на Аляску. Думаю, ну если я уже лечу в Сан-Франциско, почему же мне сначала не залететь в Сан-Диего? Там живёт Леночка Подружкина. Леночка, громадное тебе привет и громадное тебе спасибо. И вообще я тебя обожаю всей душой. Ты самая лучшая вообще девушка в мире. Дай Бог тебе крепкого-крепкого здоровья, успехов во всём, удачи и вообще всего-всего. Мы с Леной давненько переписываемся. Она там даёт хорошие советы по эмиграции и вообще интересные видео. Но дело не в этом. И она мне когда-то приглашала, прилетай в Сан-Диего. Я говорю, да, вот прилечу, 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 прилечу. Не далее, как сегодня утром. Она разместила красивые фотографии. Я опять там что-то написала. Она говорит, ну прилетай. Я говорю, да скоро приеду. Ну когда? Я говорю, не знаю. Потом сажусь, открываю свой компьютер. Сегодня у нас 2 августа 2015 год. И я смотрю, думаю, а почему нет? Дай-ка я попробую. Набираю август месяц, а там google.com.slashflights. И сразу видны стоимость билетов. Я набираю Орландо-Сан-Диего и обратно в сентябрь месяц. 15, 16, 17. И мне выходят цены. Мне выходят цены, допустим, если я полечу 5 или 8, билет будет стоить копейки. Если я полечу чуть-чуть позже, это будет в 2 раза дороже и прочее, прочее. Что я делаю? Я захожу на свою... У меня есть Американ-Экспресс, и у меня там накопились какие-то поинты. Поинты для самолета. Я захожу через Американ-Экспресс, набирая использовать мои вот эти поинты. И мне выходит билет, если там билет стоил 400 с копейками, то тут билет мне вышел. 330 долларов, по-моему, да. Минус мои поинты. И в итоге я заплатила 201 доллар за билет туда и обратно из Орландо до Сан-Диего. Из Сан-Диего в Орландо. Опять же, я лечу в Сан-Диего послезавтра 5-го числа и возвращаюсь 16-го. 16-го я возвращаюсь в Орландо. Одна пересадка туда, одна пересадка обратно. Получается, я билет купила туда-обратно, в Калифорнию, за 200 долларов. 201 доллар, там сколько-то центов. Это просто даром, конечно. Потом думаю, хорошо. Раз мои друзья летят из Сан-Франциско, я набираю день, когда они летят. 28-го августа по 11-е сентября. И нахожу билет, и у меня еще тоже есть rewards card на Wells Fargo. У меня там тоже скопились поинты, я как-то никогда их не тратила. И никогда не думала об этом. Я точно так же захожу через Wells Fargo. Выбираю traveling, выбираю flight. И когда я проверяла билеты из Сан-Франциско на Аляску, round trip, тоже где-то под 500 долларов выходила. Тут у меня тоже выскакивает 300 с копейками. То есть на 200 долларов дешевле. Опять же, я использую свои поинты, и у меня снова выходит 200 долларов. В итоге за 400 долларов я лечу туда-обратно, в Сан-Диего. Потом я беру в Сан-Диего. Я у Лены на недельку остановлюсь. Она меня сказала, приютит. Куколка моя. Мы с ней объездим всю Южную Калифорнию, я так понимаю, за неделю. Посмотрим абсолютно все, наделаем кучу видео, понятное дело. Потом я возьму, арендую автомобиль, поеду в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе я, наверное, пару дней задержусь. Сниму себе гостиницу. Потом я обязательно встречусь с Михаилом Портновым, с его женой Светой. Я очень надеюсь, что мы с ними встретимся. Потом я оттуда поеду на машине, опять же, в Сан-Франциско, и там я эту машину отдам. И несколько дней я побуду в семье у моих друзей в Сан-Франциско. И уже мы вместе вылетаем на Аляску. Потом мы вместе возвращаемся с Аляски. 11-12 числа мы будем в Сан-Франциско. Опять-таки, пару дней я там побуду еще в Сан-Франциско. И посмотрю прилегающие территории. Потом снова возьму машину и снова поеду в Сан-Диего к Леночке. А уже Лена меня 16-го числа проводит на самолет Дарланд. Вот так вот. Не думала, вообще не гадала, вообще даже не думала. Ну, думала, когда-нибудь полечу, может быть, в конце августа. И вдруг так. Ну, здравствуйте, приехали, называются. Трах, бах, и все, я решила. И какое-то состояние какое-то такое. Ну, у меня есть деньги, я, собственно, всегда могу вернуться. Ничего страшного. Получается, что я лечу ровно на месяц. То есть, я ровно на месяц улетаю из Орланды. С такими приключениями. Ну, в общем, все. Встретимся. Встретимся послезавтра в Сан-Диего. Обязательно в аэропорту сделаю видео с Леной. Обязательно в этот же день я все это загружу. Как бы я там... Собственно, я никогда не устаю. Я вообще никогда не устаю. Поэтому в 5 я прилетаю в Сан-Диего. Пока Лена меня встретит. Пока туда-сюда. Может, там застанем еще какой-то светлый день. Может, дорожку какую-то. Может, какую-то болтовню с Леной. И так далее. Так что, отправляюсь покорять Калифорнию. Калифорния, ты готова принять у меня? Попробую только сказать нет. Будет, а что было в Одессе. А что было в Одессе. Все. Всех люблю. Целую. Какое-то такое волнение в душе. Пойду сейчас куплю себе красивый чемодан. Ну и что? Спрашивала, что надо в Аляску. Там в это время года достаточно прохладно. Потому что, у меня кроссовки есть. У меня такие красивые ботиночки есть. Легенькие очень. Так что обувь я не покупаю. Я могу, в принципе, ходить босиком. И мне сказали, что океан... Сейчас Атлантический океан очень холодный. 13 градусов тепла. Я говорю, это как раз моя температура воды. Я сразу поеду на океан. И буду купаться в этом холодном Атлантическом океане, пока не посинею. Если не вернусь, считайте меня коммунистом. И там еще в Сан-Диего, конечно. Я все время смотрела на это видео. Там, конечно, пляж потрясающей красоты. И что самое удивительное, там можно плавать вместе с морскими котиками. Они такие гладкие, они такие нежные. Это кожечка такая у них, эти усики у них. Я попробую подобраться поближе. Если они мне не укусят, если они мне позволят их погладить, я даже, может быть, их поглажу. Может быть, по хвосту, может быть, по мордахе. Не знаю. Что позволят дотронуться, туда и дотронуться. Если, конечно, получится. В общем, крылья за спиной выросли. Все, лечу, лечу, лечу. Лечу, улетаю. На недельку до второго, я уеду в Комарова. Аж прям, аж прям, это, авантюристка, конечно. Вот так вот, вот так вот с налету, с перелета. Тачанка, раз, Тачанка, наша гордость и краса. Пулеметная Тачанка, все четыре колеса. И тоже думала, может быть, мне взять машину все-таки. Но это шесть тысяч миль ехать. Думаю, нет, мои глаза это, конечно, не выдержат. И потом, нет, это невозможно. Нет, это невозможно. Так что. Все, встретимся в Сан-Диего. Встретимся в Калифорнии. Ну, куда ты так учишься, скажи, пожалуйста, как волы в бане. Куда? Ну, ладно, раз торопишься, езжай. Фу, настроение у меня истерическое. Скушай, доченька, яйцо, нестерическое. Или, может, обратимся к врачу. Ничего я не хочу. Такой мандраж немножко в душе, конечно. Такой немножко такой мандражирует моя родная, любимая душенька. В примере. Я так засиделась, я за эти десять лет так засиделась. Хотя я два раза летала в Турцию. Два раза, какой два, четыре раза летала в Украину. Ну, в смысле, в Крым. Куда-то еще летала, я же не помню. Ну, это как бы было, это было попругенным тропом. Я в Турции была, наверное, раз двадцать. Даже не могу сказать, сколько раз, потому что не считала. Поэтому как-то в Турцию, когда я летала, как будто возвращалась домой. Ну, когда домой возвращалась, тоже была возвращалась домой. А сейчас я еду в совершенно неизведанные места, в непокоренные, где ни разу не ступала моя нога. И, конечно, и, конечно, у меня такое какое-то состояние, такое предвкушение чего-то совершенно необычного, совершенно чего-то радостного. Такое... Все, полетели. Все, желаю всем счастья. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok